Вот уж действительно, да, отгораживались. В Екатеринбурге на пионерке жильцы одной, но очень большой, почти на 400 квартир 9-этажки на советской 62, отгородились от соседей высоченным забором с калиткой и домофоном. А жильцы другой, панельной и поменьше на Блюхера 63А, привыкли мусор выносить, проходя через двор. И теперь последние ломятся в закрытую калитку первых, а наткнувшись на преграду, по-черному свинячат и средь бела дня, и под покровом тьмы. Один из местных пенсионеров, потыкавшись в запертую калитку, не постеснялся камеры на воротах и не по-стариковски лихо метнул два пакета с мусором соседям через забор. Другой абориген, помоложе и в очочках, со злости и гремя пустыми полулитровками, высыпал мусор из пакетов под соседским забором, а 13 минут спустя припер и швырнул под забор большой мешок коммунальных отходов. Знающие люди утверждают, что мусорка Блюхеровской многоэтажки в их квартале. Но народ привык ссоры с квартир выносить во двор соседней Брежневки на Советской, и ломать привычки, кажется, впредь не собирается. Притом соседи соседям посвинский мусор подбрасывает злонамеренно и с свахом. Вероятно, наглядно мстят за то, что те проход в свой двор забором перегородили и ключи от калитки в своем кармане носят. В комментах в соцсетях в ходе жаркой полемики выяснилось, что кое-кто натуральное свинство под чужой оградой считает меньшим из двух сол. Дескать, соседи тоже насервисутствовали по полной. В полемическом задоре оппоненты даже заспорили по поводу буквы А в номере Блюхеровской девятиэтажки, жильцы которой гадят у соседей под забором. В том смысле, что обитатели дома на Блюхера 63 не при делах. Ближе к концу виртуальной дискуссии кто-то из спорщиков мечтательно заявил, что неплохо было бы мусорным подкидышем, как бы поделикатнее выразиться, по лицам теми самыми пакетами настучать. Но не все виртуального рукоприкладчика поддержали и по делам. Как говорили наши предки словами бросаться, не мешки ворочить.